Вот так выглядят отчаянные попытки киевского режима закрепиться в крынках. Перемоги опять не случилось. На левом берегу Днепра больше нет украинского плацдарма, официально признали на Украине в результате 8-месячной мясорубки. За небольшой участок суши 788 ВСУшников, признанные пропавшими без вести, еще почти 300 человек. Погибли морские пехотинцы Черноморского флота вместе с десантниками еще в феврале этого года, как и министр обороны России, сообщали, что село под контролем армии России. Мы, морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады, вместе с нашими братьями десантниками, официально заявляем, крынки наши. Это действительно так, крынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью реки, крынки и конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Вы смотрите ЛНТВ 24, меня зовут Гульнара Хабирова, расскажу о драме Зеленского, разыгранной на театре боевых действий. Итак, украинское здание «Следствие инфо», ссылаясь на данные украинской полиции, сообщает, что в Крынках с октября 23 по июнь 24 года официально пропали без вести 788 военных ВСУ. Эвакуировать оттуда удалось 262 трупа. Несмотря на то, что по левому берегу круглосуточно работают беспилотники и артиллерия армии России, киевский режим беспощадно отсылал туда людей снова и снова. Вот один из эпизодов. Не успели украинцы сойти на берег, тут же по ним отработали грады. Я видел ад и название ему Крынки, так описывают украинские военные сложившуюся ситуацию изданию «Следствие инфо». ВСУшники с оторванными конечностями могли по 10 дней лежать в ожидании эвакуации. Сотни украинцев по-прежнему пытаются найти близких. Вот кадры, снятые еще в начале мая. Виноватого киевский режим, конечно же, нашел. Генерала Содоля Зеленский быстренько уволил за провалы на разных направлениях фронта беспредельную мобилизацию и пьянку. Только вот погибших уже не вернешь, как и к рынке. Кроме того, бронетехника, наблюдательные пункты и позиции ВСУ на правом берегу Днепра также уничтожаются точными ударами беспилотников. Российские военнослужащие не дают украинским силам даже малейшей возможности подготовиться и переправиться на левый берег Днепра. Ну а как будут развиваться события дальше, обязательно расскажем на ЛЕН-ТВ 24. Рекомендую подписаться на наш канал, если вы все еще этого не сделали.